Здравствуйте! С вами программа «День города» и Марина Романюк, ее ведущая. Смотрите в выпуске. Пятидесятница православный мир отметил великий праздник. История и традиции в нашем сюжете. Общее дело. Очередная партия гуманитарной помощи отправилась из Рязани на фронт. Скорбим вместе с Севастополем. Хронология теракта 23 июня в нашем материале. В воскресенье губернатор Рязанской области Павел Малков написал в своем телеграм-канале. Страшные трагедии в Крыму и Дагестане. Террористы бесчеловечно атаковали мирных жителей и правоохранителей. Уверен, преступников ждет возмездие. Выражаю соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Рязанская область. С вами. Конец цитаты. Подробности двух трагедий далее. Это первые кадры с моментом удара по пляжам в Севастополе 23 июня. Очевидцы рассказали, что даже не успели понять, что происходит. Сирену не включали. Пляжи в Учкуевке и Любимовке накрыло дождем шрапнели кассетных боеприпасов. Люди стали разбегаться с пляжа. Многие спрятались в подвале бара, расположенного рядом. Не-не-не-не. Все-все-все-все-все. Задержали. Все. Опа-опа-опа. Стоять! Стоять! В Минобороне сообщили, что удары наносились ракетами американского производства «Атакмс». Всего в тот день было выпущено пять ракет. В министерстве написали, что, цитата, «В ходе отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американских ракеты «Атакмс» были перехвачены. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя». Конец цитаты. В Минобороне напомнили, что все полетные задания «Атакмс» вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. В связи с этим в министерстве возложили ответственность за трагедию на Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого был нанесен удар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки в СССР. Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, это террористический акт, по факту атаки в СССР на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в том числе несовершеннолетние. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действием которых будет дана правовая оценка. В настоящий момент известно о 124 пострадавших, и еще пятеро, включая трех детей, погибли. 24 июня объявлен днем траура в Севастополе и в Крыму. Айс, ты жива? А это уже кадры из Дагестана. Вечером 23 июня боевики с оружием напали на несколько религиозных учреждений в Дербенте и Махачкале. Позже стало известно, что во время перестрелки погибли 15 сотрудников правоохранительных органов. Среди убитых гражданских – священник православной церкви. Следственный комитет возбудил уголовные дела о совершении теракта, о незаконном хранении и хищении огнестрельного оружия. Как уточнили в ведомстве, пять боевиков ликвидированы на месте, их личности установлены. Сейчас следователи ищут причастных к совершению теракта. Очередная отправка гуманитарной помощи прошла в Рязани. Бойцам традиционно отправили продукты питания, необходимые вещи, а также квадроциклы. О том, какой груз удалось собрать, расскажем далее. На этот квадроцикл собирали, что называется, всем миром. О нем попросили наши ребята с фронта. Сбор объявил региональный фонд «Доброволец». Стоил такой 200 тысяч рублей. Собрали. Осталось его немного подготовить для задач на фронте. На квадроцикл был запрос от бойцов, да, потому что сейчас такие погодные условия, которые позволяют использовать там квадроциклы, и им он очень необходим. Для быстрого перемещения был объявлен сбор на квадроцикл. Многие люди помогли, присоединились. Сегодня для наших парней отправилось несколько грузовиков с гуманитарной помощью. Внутри все необходимое – продукты, тепловизоры и даже строительные материалы. Помимо квадроцикла на интернат в город Сватов были отправлены строительные материалы, так как в интернате была произведена атака силами ВСУ, и интернат немножечко был разгромлен. Поэтому детишечек сейчас оттуда распустили, их пришлось эвакуировать, и будет восстановление интерната. А это кадры нашего прошлого репортажа. Тогда бойцам, помимо всего прочего, передали приборы ночного видения и детекторы дронов «Булат». Сегодня стало известно, что груз прибыл к месту назначения. Сегодня мы ставим точку в нашей командировке. Фонд «Доброволец» объединенными силами произвел развоз гуманитарных грузов и транспортных средств по всей линии фронта, согласно тех заявок, которые поступили. Для нас остается только путь домой. От лица всей нашей разведгруппы хотелось бы выразить бесконечную благодарность тем людям, которые помогают нам, верят в нашу победу. Сегодня на отправке гуманитарного груза присутствовала и уполномоченная по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина. Сегодня познакомилась с удивительным водителем Павлом. У него ДЦП. То есть у него тяжелая форма. Он водитель. Он ведет машину удивительно. Он плохо ходит, он в стройстве. У него гиперкинеза. Но он мастерски водит машину и возит груз. Для меня это сегодня было просто удивительно. Я искренне благодарю всех, кто помогает и кто возит этот груз нашим бойцам. Машины только-только отправились, а фонд уже готовится к новой отправке. Список у бойцов практически тот же. Нужные вещи остаются прежними. Еда, медикаменты для госпиталей и одежда. Поучаствовать в сборе и помочь может любой желающий. По убийству несовершеннолетний вынесли приговор. На основании вердикта присяжных заседателей житель Рязани осужден к длительному лишению свободы. Обстоятельства происшествия и подробности напомним в нашем следующем материале. Об исчезновении 15-летней Рязанки стало известно в январе 21-го. Тогда поисковый отряд расклеил объявление о пропавшей. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следующие сообщения в СМИ были уже трагичными. Обнаружили тело девушки. Следователи рассказали обстоятельства произошедшего. В следствии Мусудом установлено, что осужденный, планируя заниматься деятельностью, связанной с незаконным распространением наркотиков, предложил осуществлять их сбыт несовершеннолетней потерпевшей. В дальнейшем, опасаясь, что девушка может рассказать о его преступных намерениях, осужденный решил ее убить. 8 января 2021 года мужчина пригласил потерпевшую в арендованную квартиру, где задушил девушку. После этого осужденный принял меры к сокрытию тела потерпевшей и следов совершенного преступления. Кроме того, сотрудниками следственного управления пресечены действия осужденного, направленные на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По ходатайству осужденного его дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Коллегия вынесла ему обвинительный вердикт, на основании которого суд вынес обвинительный приговор. Он признан виновным в убийстве с целью облегчить совершение другого преступления и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Группы лиц по предварительному сговору в крупном размере. Приговор суда – 16 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Имя Раисы Лысенина известно далеко за пределами региона. Скульптор, художник, помимо собственного творчества, она продвигает и творчество соратников. Подробнее в нашем сюжете. Много имен великих художников ушло в небытие после их смерти. Работы становятся ненужными, выбрасываются в мусор. Цель совместного взаимодействия фонда «Творческое достояние» и администрации города Рязани – сохранить достояние. Одна из выставок проходит в библиотеке имени Есенина. Каждую работу берешь, от нее энергия выходит. Это не иллюстрация, это не репродукция. Она недоработана. Видно, что она еще будет работать над ней. От нее сила исходит художника, ее идея. И вот это самое главное. Раиса Лысенина говорит о Зое Гнатковой, учителе многих народных художников. Среди ее воспитанников – Минский и Ковригин. Она всю свою жизнь проработала в детской художественной школе номер один. После выхода на пенсию занялась творчеством и начала писать картины акварелью. Это были пейзажи Константинова и Ладоги, а также портреты, натюрморты, букеты. Всего более 600 работ. На выставке «Наследие забытые имена» представлены лишь толика всех ее трудов. То есть проблема вообще в России – наследие есть. И именно наследие – то, которое уходит в никуда. Ну, нет наследников. Поэтому вот то, что мы сейчас видим, вот наследие Зои Григорьевны Гнатковой, которой в этом году 115 лет было бы. Выставка создана с целью показать наследие рязанских художников. В Есенинке картины Зои Гнатковой можно увидеть до 17 июля. Затем большая акция «Забытые имена» завершится выставкой в Горьковской библиотеке. А после работы будут переданы в РИАМС. Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Троица – один из важнейших праздников православного мира. Пятидесятый день после Пасхи в этот раз выпал на 23 июня. В Пятидесятый день после Воскресения Христа ученики Спасителя приняли дар Святого Духа, который преобразил их духовно. С этого момента и началась новая глава мироздания, уверены православные верующие. Этот праздник именуют Троицей и считают днем рождения Церкви. Сегодня в православных храмах совершают одну из самых красивых служб в году. На торжество все православные церкви убраны изумрудной зеленью, травами, ветками, берез и цветами. Божественную литургию в Кафедральном соборе Рождества Христова в день праздника возглавил митрополит Рязанский Михайловский Марк. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастия Святого Духа будет со всеми вами. Благодать Господа Христа и любви Бога и Отца и причастия Святого Духа и Отца и причастия Святого Духа и Отца и причастия Святого Духа. Празднование Троицы установили еще в апостольское время. Однако в христианском календаре торжество появилось лишь в конце IV века. Учение православной церкви подчеркивает сам Бог един, но существует одновременно в трех апостасях. Так Бог Отец творец всего сущего, который символизирует начало мира и человека. Бог Сын послан для спасения людей и является голосом Бога Отца на земле, а Святой Дух – это божественная энергия, неспосланная с небес. Среди ипостасей нет самого главного или сильного, они равны. Будущее дарование ученикам Христовым Святого Духа – есть новое творение, когда человек вместо обычного Духа принимает Святого Духа. Об этом же говорит апостол Павел, который называет христиан новой тварью, то есть новым творением Божиим. Таково значение праздника Пятидесятницы. На праздничной иконе – Сионская горница, в которой Святой Дух сошел на апостола в виде огненных языков. Ученики стоят как бы полукругом в форме подковы. В их руках книги и свитки, пальцы сложены в благословляющем жесте. Примечательно, что на иконе и апостол Павел, которого не было в Сионской горнице. Это подчеркивает, что Святой Дух сходит не только на конкретных лиц, но дается всей церкви, которая на тот момент состояла из 12 апостолов. Между Петром и Павлом на иконе – пустое место, напоминающее нам о присутствии Святого Духа. И по учению Твоей, в западе царей, в радость, в праздник, в основе славы Слово Твоей, я благословил, молитву и молитву благосерденную, приносящую его своим веселям. Я всех людей, я молю, пресвятые Богородицы, милости, постепи. Помимо божественного священнослужения, у праздника есть и другие традиции. Например, на Троицу принято устраивать застолье с родственниками и близкими людьми. Пятидесятница – не постный день, а это значит, есть возможность продемонстрировать свое кулинарное мастерство и порадовать гостей самыми разнообразными угощениями. Кстати, традиционным блюдом на Троицу был и остается каравай. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова